Секреты жизни в благословении Исааком в виде пророчества. Я прочитаю вам это место. Бытие 49 глава с 22 стиха. «Иосиф — отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною. Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его и крепкие мышцы рук его от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева, от Бога Отца твоего, который да поможет тебе, и от всемогущего, который да благословит себя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу. Благословение, которое приходит свыше, и благословение, которое приходит снизу, вот две части моего короткого послания, которое я разделю с вами. Образ данный Иосифу, патриархам Иаковым, его отцом, это образ дерева. Ствол дерева — это патриархи. От ствола растет небольшая. Ветка и она вырастет в могучее дерево, которое будет иметь большой размах, которое будет посажено около источника, и корни его будут распространяться глубоко, а ветви его простираются над стеной. Жизнь Иосифа — это история человека, который не позволял никаким преградам остановить или ограничить его, блокировать его движение вперед. Кроме того, его жизнь стала благословением, потому что плод этого могучего дерева простерся не только за стены его дома, за пределы его страны, но он стал благословением для народов. Обратимся к нашей теме. Что это за источники сверху и источники снизу? Источники свыше — это видимые благословения. Это все блага, которые могут прийти к нам. Это богатство, которое дает нам Бог. Защита, благодать, ободрение, обновление, чудеса исцеления — все лучшее в жизни. Мы говорим, что это благословения, которые не спосланы на нас свыше. Они освежают и поощряют нас изо дня в день. Благословения снизу невидимы. Они являются благословениями, скрытыми от взгляда. Будем говорить об этих благословениях в масках. Иосиф, во всяком случае, прожил около 20 лет в этом замаскированном благословении. Он не понимал, что на самом деле он готовился к своему служению, чтобы стать тем деревом, ветви которого простираются над стеной. Это был период полный испытаний, тяжелых ударов, несправедливости и ран. Но бог использовал это время, чтобы исцелить его и вырастить из него то могучее дерево, которое станет благословением для народов. Это стало возможно не только благодаря благословениям свыше, но и благодаря его нелегкому жизненному опыту, благодаря его жизни полный испытаний. Вы знаете, какой сложный путь пришлось пройти Иосифу. Его отец очень любил его, но в то же время братья его ненавидели, как написано, и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но твердым остался его лук. Но он выходил из любых ситуаций, порой самым необъяснимым и невероятным образом, потому что у бога был план на его жизнь. Когда у нас есть божье обетование на нашу жизнь, тогда у нас есть будущее. Но может найтись и тот, кто будет противиться и стремится блокировать то, что бог желает сделать. Но бог использует и зло ради добра, так как источники снизу становятся источниками благословения. На первый взгляд так не кажется, но любящим бога все содействует ко благу. Начиная с 37 главы книги Бытия, Иосиф проходит тяжелые жизненные уроки. Он будет твердо стоять на своих позициях. Он выстоит перед лицом несправедливости и предательства, перед лицом обвинений и клеветы. Он будет тем человеком, который будет строго держать правильный курс. Он будет сохранять общение с богом. А какую ситуацию проходите вы, друзья? Храните и цените ваши отношения с господом. Не позвольте дьяволу сделать то, что он хочет, отрезать вас от общения с богом. Оставайтесь в близком общении с богом. Укореняйтесь в божьем присутствии, в его обетованиях, в его слове, в молитве, силе и жизни, которую дает дух святой. Держитесь. Держитесь крепко за богом, чтобы получить силу, сходящую свыше. Ресурсы неба — это благословение свыше, которое дает вам бог, чтобы вас поощрить. Цените их. Ресурсы земли, благословение снизу — это испытания, которые в конечном итоге принесут пользу, принесут свои плоды. В 104-м псалме речь идет как раз таки об Иосифе. Там написано, что Иосиф был послан богом через то, что его продали в рабство собственные братья. Они причинили ему большое зло. Но на самом деле за этим негативным событием стоял бог. Он отправил Иосифа в Египет с намерением в будущем спасти его семью. На самом деле, вы не проданы в рабство вашей ситуации, но посланы богом в эти сложные обстоятельства. И в этих обстоятельствах вы сможете стать ближе к Господу, получить благословение, которое послужит как вам, так и другим вокруг вас. Если вы прочитаете историю Иосифа, вы обнаружите, что он никогда не сдавался. В определенный момент он решил открыться своим братьям. Это книга «Бытие». Если вы посмотрите 45-ю главу, там говорится об этом. Он сказал удивительные слова. Он сказал, что это Бог послал его для спасения их жизней. Он осознал, что он не был продан в рабство, а послан исполнить свое предназначение — спасение народа. Он простил их. Его сердце проходило процесс исцеления. Он смог увидеть, что все испытания, через которые он прошел, были обращены Богом во благо и стали благословением для других. Он скажет в 7 и 8 стихах так. «Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог. И вот ветви его простираются над стеной. Он становится пастырем Израиля, патриархом. Он питался от благословений свыше и сам стал благословением благодаря земным испытаниям». И в завершении я хотел бы еще раз напомнить этот секрет благословенной жизни. Будьте, как Иосиф, как укорененное дерево, крепко стоящее на основании веры. Будьте укорененными. Стойте крепко. Прилепляйтесь к Иисусу. Основывайте свою жизнь на Его слове, на спасении, данном им. Стремитесь быть в Его присутствии, как дерево, простирающее свои корни к потоку воды. Живите в Божьих обетованиях и общении с Ним каждый день. И в то же время, питаясь от этого небесного источника, будьте тверды в испытаниях. Стойко. Противостоите всем ветрам и штормам. Преодолевайте препятствия на вашем пути. Последнее слово будет за Богом. У Него есть намерение для вас, план спасения вас и вашей семьи. Стойте твердо, потому что Господь держит историю в своих руках. Он направляет ее ход. Он направит и вашу жизнь. Если вы будете доверять Ему, также будьте постоянно, и вы будете благословлены из небесных и земных источников. Да благословит вас Господь. Если вам интересно, прочитайте еще раз эту чудесную историю Иосифа, которую вы найдете в книге «Бытие» с 37-й главы и прямо до конца книги. Она научит вас многому. Спасибо, что были сегодня с нами. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok